Си Цзиньпин принял участие в заседании Совета глав государств членов ШОС в узком составе. Лидер КНР вернулся в Пекин из первой после пандемии официальной зарубежной поездки. Китай ввел санкции против двух руководителей оборонных предприятий США за продажу вооружения Тайваню. Прах 88 китайских народных добровольцев, погибших в Корейской войне, возвратили на родину. Медиакорпорация Китая заявила о расширении сотрудничества со СМИ стран ОСЕАН. Китай помогает обеспечивать Казахстан зеленой электроэнергией. Тайфун Муифа прошел по прибрежным районам на северо-востоке Поднебесной. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в 22-м заседании Совета глав государств членов ШОС в узком составе. Совещание на высшем уровне состоялось в Самарканде. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, а также лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии и Пакистана. Председательствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава КНР Си Цзиньпин в своем выступлении высоко оценил активные усилия Узбекистана на посту председателя ШОС по подготовке к Самаркандскому саммиту и содействию развитию организации. Кроме того, он отметил, что ШОС неизменно высоко держит знамя шанхайского духа, успешно отыскав путь к росту и развитию международной организации нового типа и накопив важный и весьма поучительный опыт. В ходе совещания председатель КНР выдвинул несколько предложений. Во-первых, продолжать развивать шанхайский дух и укреплять сплоченность и сотрудничество, усилить взаимодоверие и совместно реагировать на сложные изменения внешней среды. Во-вторых, придерживаться стратегической самостоятельности, защищать стабильность региона. Следует инициативно выступать за концепцию совместной, комплексной, устойчивой безопасности, подчеркнул Си Цзиньпин. Повышать уровень сотрудничества в сфере охраны правопорядка и противостоять любым попыткам создать конфронтацию между блоками и нарушить региональную стабильность. В-третьих, придерживаться принципов всеобщего блага и инклюзивности, продвигать сотрудничество в сфере развития. Лидер КНР отметил, что необходимо активно содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, сохранить стабильность и бесперебойную работу цепочек производства и поставок, способствовать упорядочению потока ресурсов, осуществлять комплексное развитие региональной экономики. Следует укреплять сопряжение инициативы «Один пояс и один путь» со стратегиями развития всех стран и другими региональными интеграционными инициативами. В-четвертых, Си Цзиньпин призвал решительно продвигать процесс расширения состава, совершенствовать механизмы организации. Все больше стран подают заявки на вступление в ШОС, и это в полной мере демонстрирует, что концепция ее сотрудничества глубоко проникла в сердца людей. А перспективы развития организации оцениваются высоко. Следует воспользоваться этой возможностью и активизировать работу, чтобы наращивать силы, защищающие международную справедливость. Си Цзиньпин заявил, что как бы ни менялась международная обстановка, КНР неизменно будет твердо выступать за мирное, открытое, совместное и общее развитие. И рассматривать ШОС как приоритетное направление дипломатии. Китай готов с помощью собственного прогресса способствовать развитию стран региона, увеличивая благосостояние народов всех государств. Председатель КНР Си Цзиньпин возвратился в Пекин после участия в 22-м заседании Совета глав государств, членов ШОС и завершения официальных визитов в Казахстан и Узбекистан. Вместе с главой государства в Китай вернулись сопровождавшие его высокопоставленные чиновники. В аэропорту Самарканда Си Цзиньпина провожали президент Узбекистана Шавкат Мерзиоев и премьер-министр страны Абдулла Арипов. Первая с начала пандемии коронавируса официальная зарубежная поездка председателя КНР продлилась 48 часов, в течение которых он посетил около 30 мероприятий в Казахстане и Узбекистане. Китай ввел санкции против руководителей двух оборонных предприятий Соединенных Штатов Америки за их причастность к продаже оружия Тайваню. Ранее Госдепартамент США одобрил контракт о поставках вооружения островным властям на сумму более 1 миллиарда долларов. Китай вновь настоятельно призывает правительство США и соответствующие стороны строго соблюдать принцип одного Китая и положение трех китайско-американских совместных коммуники, прекратить продажу оружия Тайваню, разорвать американо-тайваньские военные связи и перестать создавать факторы, обостряющие ситуацию в Тайваньском проливе. В соответствии с развитием ситуации, Китай продолжит принимать все необходимые меры для твердой защиты своего суверенитета и интересов безопасности. Дипломат отметила, что продажа вооружения Тайваню грубо нарушает принцип одного Китая и положение трех китайско-американских коммуники, серьезно подрывает суверенитет и интересы безопасности КНР, наносит значительный ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности в Тайваньском проливе. Китай решительно выступает против и резко осуждает поставки оружия на Тайвань, подчеркнула Мао Нин. Останки 88 китайских солдат, погибших в Корейской войне 1950-1953 годов, доставили в Китай из Южной Кореи. Тяжелый военно-транспортный самолет Юнь-20 в сопровождении двух истребителей Джей-20 встретили с почестями в международном аэропорту Таосянь в Шеньяне. В церемонии приняли участие ветераны войны и члены семей китайских народных добровольцев. Несмотря на сложные погодные условия, мы, пилоты истребителей и транспортного самолета, выполнили почетную миссию по сопровождению праха китайских героев на родину. Церемония захоронения состоялась на кладбище революционных мучеников в Шеньяне. В ней приняли участие около 200 человек, в том числе представители центральных и местных органов власти, военнослужащие, ветераны войны, члены семей добровольцев. Тем временем ученые прилагают усилия, чтобы герои не остались неизвестными. В лаборатории ДНК идентификации останков мучеников с помощью передовых технологий секвенирования специалисты могут идентифицировать погибших полвека назад добровольцев. Для этого исследователи собирают информацию о ДНК родственников героев и загружают ее в базу данных. Мы так быстро, как это возможно, извлечем ДНК из прибывших останков и загрузим их в базу данных, чтобы установить личности погибших. Идентифицировать останки специалистам помогут также предметы обихода павших солдат. Многие личные вещи участников войны содержат информацию, необходимую для успешного опознания. Это девятая репатриация такого рода с момента соглашения о передаче останков, подписанного в 2014 году Китаем и Южной Кореей. За восемь лет в КНР вернули прах 825 народных добровольцев. Эти воины сражались вместе с армией КНДР в Корейской войне против Южно-Корейской армии и сил ООН, возглавляемых США, в период с 1950 по 1953 год. Медиакорпорация Китая, CMG, будет сотрудничать со средствами массовой информации стран Юго-Восточной Азии, чтобы придать импульс развитию международным проектам в культурной и медиасферах. Об этом стало известно на форуме медиапартнеров «Асиан», который состоялся в столице Гуанси-Джуанского автономного района Наннине. «Мы готовы работать с нашими коллегами из стран Юго-Восточной Азии, чтобы, как ответственные СМИ, выполнять миссии нашего времени. Мы в полной мере будем использовать наши преимущества в глобальной коммуникации посредством международного вещания на 44 языках, Центра конвергенции СМИ CGTN, Агентства видеоинформации CCTV и зарубежных корпунктов». В планах медиакорпорации Китая развитие путем использования самых современных технологий. Высокое качество контента и его трансляций обеспечат за счет интеграции идей, искусства и технологий, в том числе вещания в форматах 5G плюс 4K и 8K плюс искусственный интеллект. Кроме того, сотрудничество с коллегами из стран Асиан по всем направлениям позволит добиться наиболее высоких результатов, так как такое взаимодействие придаст глобальный импульс развитию сферы медиа и культуры во всем мире. CMG уже ведет совместные проекты со СМИ из Юго-Восточной Азии. «Центр программирования на азиатских и африканских языках в самых разнообразных формах сотрудничает с более чем сотней СМИ стран Асиан. В прошлом месяце вместе с камбоджийскими СМИ мы провели специальную сессию, где обсуждалось сельскохозяйственное сотрудничество между Китаем и Камбоджей. По случаю открытия китайско-лаоцкой железной дороги мы провели захватывающие прямые трансляции совместно с несколькими лаоцкими СМИ. Кроме того, благодаря совместному планированию и производству мы предоставляем и донезийским, малазийским и тайским медиапартнерам индивидуальный контент, который был хорошо принят аудитория из этих стран». Форум медиапартнеров Асиан под девизом «Интеллект, сотрудничество, сплоченность» организовала медиакорпорация Китая совместно с Народным правительством Гуанси-Джуанского автономного района. Участниками стали более 70 СМИ из 17 стран. Китай и Казахстан запустили первый совместный энергетический проект – ветряную электростанцию. Она находится примерно в 170 километрах от Алма-Аты, в так называемом Шелекском коридоре – уникальном районе, где всегда дует ветер. Во всех генераторных установках используются китайские технологии и оборудование производства КНР. Новая электростанция сыграет ключевую роль в снижении дефицита энергии в близлежащих районах и будет способствовать сокращению выбросов углерода и реструктуризации энергетики. Ожидается, что ветроэлектростанция будет вырабатывать 230 миллионов киловатт-часов энергии в год. Это обеспечит стабильное электроснабжение 70 тысяч домохозяйств. Кроме того, она поможет сократить выбросы углерода на 160 тысяч тонн и придаст импульс экономическому развитию районов вблизи Шелекского коридора. Шелекская ВЭС стала ведущим проектом сотрудничества двух стран в области зеленой энергетики и вошла в список ключевых китайско-казахстанских проектов по наращиванию производственных мощностей в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Пустынные пляжи, затопленные дороги, отмененные рейсы. На восток и северо-восток Китая обрушился тайфун Муифа. Это уже 12-й по счету и самый сильный тайфун за год. Скорость ветра достигала 23 метров в секунду, а атмосферное давление опустилось до 742 миллиметров ртутного столба при норме в 752 и выше. Столь жесткие погодные условия пережили в прибрежных районах города Циндао в провинции Шаньдун, а ранее в Шанхае и городском округе Джоушань в Джидзяне. Из Циндао тайфун переместился на побережье города Далянь в провинции Ляонин. Стихия принесла сюда сильные ливни. Местные власти ввели особый контроль дорожного движения и приостановили работу порта, призвав пришвартованные суда укрепить тросы. Аварийно-спасательные службы привели в режим готовности. На железной дороге также ограничили работу. Из-за непогоды там задержали отправление 38 пассажирских поездов и провели дополнительную инспекцию всех путей и электросетей.